В их числе новый аддон для Total Annihilation Battle Tactics, совершенно уникальное продолжение этой игры, Total Annihilation of the Kingdoms. Действие будет происходить, видимо, в средневековье. Некий экшен под названием Amen the Owl Kenning, ролевая игра Elysium и новейший адвенчер от самого Рона Гилберта, создателя Monkey Island, с необыкновенным захватывающим названием Good and Evil. Свертыч обескуражила поклонников Jagged Alliance сообщением о том, что дата выхода второй части хита откладывается до 1 октября, так что придется ждать до осени. Роберт Сиротек, один из руководителей Сиртэч, сказал наряду с этим, что новая игра втрое больше первой части и что в ней значительно больше сюжета, персонажей, оружия и так далее. А посему, чтобы закончить игру, понадобится больше времени. Японское издание Nikkei Sinbun сообщило, что версия для PC Final Fantasy VII скорее всего появится на американском, австралийском и европейском рынках одновременно 25 июня сего года, что совершенно не противоречит официальным сообщениям AIDAS, издающей эту игру. AIDAS считает, что FF7 выйдет в июне. Для тех же, кто еще не видел последних ярких скриншотов, настоятельно рекомендуем посетить Ogre, где только что появилось весьма обстоятельное ревю. Предлагаю вам последние данные о продажах игр на все платформы в Англии. На первом месте Tomb Raider, на втором FIFA 98, на третьем Crash Bandicoot, на четвертом Tekken 2, на пятом D.H. Trilogy, на шестом GoldenEye 007, на седьмом Yoshi's Story, на восьмом MicroMessions, на девятом Grand Theft Auto, на десятом Tomb Raider 2. Обзор новостей компьютерных игр подготовлен совместно... Александр! Тихо! Ты мне так всю рыбу распукаешь! Значит так, сидим тихо, не шуми, а то я эту форельку уже битый час поджидаю. Итак, сегодня у нас редчайший вид симулятора, симулятор рыбной ловли. А посему добро пожаловать на Front Page Sport. Все туда же, на Sierra Online. Настоящему рыбаку, вроде меня, недорогая рыба, которую он поймает. Рыбы вон, пожалуйста, полно в гастрономии, завались. Дорого ощущения азарта, предвкушения победы. Ну, в общем, все то, что можно найти на настоящей рыбалке. Но, как вы понимаете, времени в обрез, дела, заботы, программу надо вести. То, честно говоря, я страшно обрадовался, когда появилась игрушка призовой улов 2. Ну, зовите друзей рыболов на неистовую гонку за лучшим местом ловли, лучшей приманкой и, конечно же, лучшей рыбой. Пока время не истекло. Всего несколько секунд, и унцы могут стать решающими. И вот вы уже лучший среди тысяч игроков! Выбирайте любое из десяти озер, которые представлены на фото и топографических картах. Каждая карта точно изображает промеры глубин, поверхность, заросли лилий, пни и коряги. Те, кто играл в первый призовой улов, увидят еще более натуральную рыбу, приманки и озера. Короче, атмосфера рыбалки будет воспроизведена полностью. Можно выбрать приманку, удочку и даже способ, каким ее закинуть. Играйте самостоятельно и с виртуальными профессионалами, а самые решительные могут поискать славу в онлайн. Что бы вы ни выбрали, призовой улов 2 усадит вас в лодку, где вы сразитесь за величайший улов. Самые известные рыболовы Лэри Нитсон, Дэнни Брауэр, Кевин Ван Дамм дадут вам видео рекомендации. Экран уровень мастерства позволяет выбрать степень реализма. Более двухсот видов приманки, удочка и способ ее закинуть все теперь выбирается гораздо проще, чем в первой версии с использованием экрана ящик снастей. Призовой улов 2 в точности воспроизводит соревнования профессионалов Труфи Бас в США. И, наконец, вы выигрываете не только очки, но и деньги. Как? А попробуйте сразиться в онлайн. Узнаете! Системные требования Windows 95 16 мегабайт памяти рекомендуется 32 Pentium 100 рекомендуется 166 MMX Sound Blaster 8-скоростной CD-ROM Мышь или джойстик рекомендуется 3DFX Сетевая игра и игра через интернет то ради чего стоит вообще играть в эту игру. Пока, рыболовы!